здравствуйте дорогие друзья это очередное видео от сирены и сегодня мы с вами будем заниматься изготовлением серёг на медной основе с перьями с птичьими перьями вот такой вот результат мы получим у меня уже есть вот такие сережки двухцветные с персиковым и синим перышком также я использовала здесь кристаллы биконусы очень ярко очень красиво в патинированной меди это так не смотрится все равно вы ее не заполируете до блеска и внешний вид не будет таким ярким поэтому нить я предлагаю не чернить серьги я делаю парами серьга с перьями очень крупная поэтому вторая сережка у меня симметричные просто с вот такой подвеской кристальчика это изнаночная у меня сторона как видите перья прикреплены к основе чтобы они не болтались а застежка у меня гвоздик я вам уже подобную показывала только у меня она была с кабошоном на клею вот так это выглядит я отдельно приобретаю силиконовые заглушки они очень хорошо держат проволоку но 75 толще проволоку ни в коем случае не используйте потому что не у всех такие уши в которые можно засунуть проволоку толще значит вот такие у меня перышки как видите мне очень здесь выделена сердцевина поскольку перья крупные у более мелких перьях как правило сердцевина так не видно они более пушистые и вас более долго тонкой сердцевинкой значит кристаллы биконусы вот такой мне кристаллик будет форме бабочки биконусы розовенькие в общем все подходящее по цветовой гамме под однотонные нежно-розовые перья и для того чтобы выделить сережку на застежки возики будет такая вот из алюминиевого и алюминиевая украшенная розочка цвета функции вот такая вот у меня основа и вторая деталька из нескольких накрученных вот таких колечек подробно я не буду останавливаться на ее изготовление думаю что это очень просто такие заготовки они у меня как правило нарисованы в тетради для заготовок чтобы я каждый раз не заморачивалась при изготовлении вот так вот у меня будет располагаться перья каждая будет крепиться к центральным виточкам и если у меня используются два пера вот здесь вот они будут дополнительно крепиться буквально одним стежочком если используется два пера то у меня тогда будет 4 витка если у меня перья жидкие тоненькие маленькие то мне будет 3 тогда витоков будет 5 значит давайте разберем это на бумаге у меня предыдущий коннектор вот и чисто приблизительно чтобы показать вам форму сейчас я вам набросаю форму нашего с вами такого треугольника выгнутого ну вот такая получается форма когда вы это все нарисовали вы по ней выложили проволоку если вас все устроило все понравилось сохранить этот эскиз не выбрасывайте возможно у вас да закажут в другом цвете там покупатели и чтобы каждый раз не морочиться и выполнить работу аналогично особенно бывают клиенты которые любят огромные крупные серьги и попросит вас сделать два одинаковых это будет вашим клише значит начинаем с того что делаем петельку петелька должна быть в перпендикулярной плоскости вот мы доходим до этой точки проволоку сгибаем плоскогубцами далее делаем дугу снова плоскогубцами сгибаем и доводим до верху оставляем хвостик обычно проволока у меня длинная вообще не отрезаю и когда мы доходим вот до сюда вот до этой точки пальцем ногтем придерживаем и только после этого концом проволоки делаем витки вокруг по очень про плотно держим ничего не болталось иначе у нас разъедется вся конструкция деформируется обрезаем лишнюю полку не убирая пальца сгибаем и и плоскогубцами фиксируем сдавливаем чтобы ничего не болталось получается вот такая заготовка вот в принципе все далее вот я вам показываю готовый вид видите у меня здесь видите в какой плоскости располагается застежка и основа вертикальном то есть профиль и фас поминаем правила цепочки которые объясняла самом первом курсе что соединительные здесь и соединение детали должно быть в профиль и фас чередующиеся противный случай серьга у вас вывернется и не будет лежать на лицо поэтому если у вас профиль идет основа то сама застежка должна быть фас вот это вот вторая деталька думаю здесь тоже все понятно как она делается здесь у меня четыре виточка которые я тоже скопировала со своего эскиза сверяясь со эскизом чтобы она точно подошла и делается на вот такими движениями круглогубцами делается четыре виточка из кусочка проволоки вот так вот она у меня встанет в заготовку то есть такой вот в самом кончике это если у нас большие крупные пушистые перья вот так вот они будут располагаться бывает перышки поменьше и либо вы хотите очень густые перья сами перья не крупные но вы хотите чтобы было больше объема можно добавить еще одно перо по центру таком случае у нас будет пять колечек три пера и боковые служат для крепления к заготовке то есть с боковыми колечками ничего не делаем здесь вот пять витков здесь четыре витка у нас в данном случае четыре витка мне очень крупные перья я думаю что они так закроют заготовку вот три как по мне будет но уж слишком пушисто и много но можно взять и 3 если так вот у меня вот такая форма дальше ничего сложного не будет все достаточно просто единственная сложность это работа с самими перьями потому что перо это очень нежный материал особенно петушиные перья с густым подпушкам которые очень легко повредить руками и также у них очень нежная сердцевинка и чем больше перо тем нежнее сердцевинка за счет того что она полая у всех птиц она полая и и очень легко сломить после чего перо не восстанавливает свою изначальную форму вот так это будет выглядеть примерно запомним на каком расстоянии друг от друга в витках будут располагаться наши перья видите вот оно расстояние и теперь нам понадобится проволока диаметром 0,4 или 0,3 я как правило работаю с проволокой 0,4 это кому как удобно кто как любит и делаю виточки отступаю от сердцевинки начала сердцевинки вниз и делаю несколько витков делайте это с усилием так чтобы витки плотно обхватывали сердцевину но при этом не сдавливайте не сплющивать и в коем случае не деформируйте эту сердцевину так теперь с изнаночной на лицевую выводим проволоку то есть мы как бы проволока 1 соединяем два пера вместе это дает дополнительное крепление дополнительную уверенность в том что у нас перья не отлетят от заготовки на данном этапе можно добавить по капельке клея наверх когда вы будете внедрять сердцевинки перьев в дырочки заготовки ну и так она достаточно плотно держится проволоку я не обрезаю она нам нужна проволока у меня где-то сантиметров 40 и теперь постараемся ввести сердцевинки дырочки заготовки слегка подламываем перо так чтобы это но все было в одной плоскости не всегда это получается удачно все перья разные все они имеют разную фактуру особенно фактуру сердцевины на разные по мягкости она разная по полости своей внутри некоторые достаточно упруга входят во внутрь и там так и держится другие вываливаются тут нужно смотреть по ситуации как ляжет проволока и как ляжет пюро вот я их ставила и теперь накручиваю с помощью проволоки и обмоткой дохожу до крайней до крайнего витка вот перья уже зафиксировались всяком случае с одной стороны достаточно прочно вот примеряем это к заготовке и когда я дошла уже до витка вот я приложила на том расстоянии на котором нужно и теперь нам нужно соединить две части вместе вот сейчас я вам под как-то это так поближе хочу показать а сложно сделать такой видеоролик поскольку перья очень пушистые и даже мне не очень всегда хорошо видно что я именно я делаю потому что они закрывают обзор вот я ввожу во внутрь последнего витка и соединяю его с внешней стороной заготовки то есть сплетая вместе грубо говоря двумя витками это несложно единственная сложность в изготовлении этих серёг это то что перья пушистые они очень нежные ведь эти те их пушистые части везде лезут и ни в коем случае нельзя нигде применять силу противном случае вы все деформируете вот так теперь очередь кристаллов которыми мы будем украшать бака верхнего маленького треугольничка который является вот самым центром нашей декорации так вот я сейчас выведу проволоку делаю второй виток последний виток я перевожу проволоку на основу то есть я уже вышла за пределы перьев крепление перьев и добавляю теперь кристаллик это я вам уже не раз показывала как декорировать проволоку обмоткой с кристаллами либо мелкими вот она лежит делаю еще один фиксирующий виток вокруг заготовки и добавлю еще один кристалл вот у нас этот треугольничек который мы украшаем кристаллов у меня будет три как раз она здесь поместится и вот я добралась до центра значит я ввожу проволоку на центр и теперь самое время добавить большой крупный кристалл у меня это бабочка бабочка мне не сквозная то есть у нее крепление в виде дырочки самом верху и мне придется ее цеплять за верх исключительно удобные конечно с больше сквозные бусины сквозные кристаллы где просверлено отверстие насквозь а тогда я бы просто зацепила вот где-нибудь здесь вот за этот виточек и вернула чтобы проволоку наверх вот здесь будете особо внимательно и осторожны не повредите перья постепенно бабочку я опускаю вниз она у меня должна своими крылышками касаться основание перьев поэтому мне придется пониже ее опустить на проволоке здесь уже ну как бы в каждой серьгах смотрите по ситуации как ложится проволока как ложится кристалл и при этом перья то есть тут какого-то единого рецепта нет вот поэтому плотно проволока прилегать к верхнему витку не будет она будет как бы провисать главное чтобы в итоге это выглядело более-менее эстетично поэтому здесь уже как можете экспериментируйте вот у меня допустим уж очень низко ее пришлось опустить и мне кажется что избыток проволоки не будет выглядеть достаточно аккуратно поэтому мне сейчас придется немного импровизировать скорее всего я просто вокруг своей оси повращаю бабочку и закручу проволоку чтобы у меня были не две проволоки на которых болтается бабочка чтобы она была так аккуратно закручена потому что я сейчас вошла в дырочку бусины и вернула обратно проволоку то есть мне получается две проволочины на которых по центру бабочка висит я не хочу чтобы она сильно болталась мне сейчас придется немножко ее покрутить я вам результат покажу что у меня пол я не всегда так делаю вот я я данный элемент как правило у меня во всех сережках выглядит немножко по-разному то есть смотрите по ситуации главное чтобы аккуратно в итоге получилось чтобы не было нагромождение проволоки чтобы не было вылечь влазящих витков вот вот так главное мне вот по центру насадить вот эту вот красивую блестящую прозрачную бусину были какая там у вас уже имеется вот вот далее я вывожу проволоку на противоположную часть заготовки и повторяю оформление кристаллами делаю все тоже самое что я вам показывала с другой стороны то бишь декорирую тремя кристаллами пока не дойду до витков с перьями в принципе работа очень простая никакого там изысканного плетения нет все симметрично все одинаково но требует терпения исключительно из-за перьев результат потрясающие у серьги невероятно красивые все блестится переливается все очень объемная серьги будет на зависть всем такие только у вас будут этот дизайн я ни у кого не подсмотрела он не пришел в голову исключительно мне возможно кто-то его уже придумал вместе со мной или до меня так кстати часто бывает никакого плагиата в этом нет часто люди делают одни и те же вещи совершенно не сговариваясь но честно вам скажу я такого ни у кого не видела вот нигде не встречала пока поэтому считаю это своим изобретением вот и вот двумя витками я зафиксировала противоположный конец элемента с витками вот у меня зафиксирован весь дизайн вот предлагаю вам его разглядеть получше вот вы как видите центральный кристалл у меня посаженный на проволоку выглядит достаточно аккуратно в двухцветных сережках я его не перекручивала мне это было не нужно теперь значит что я делаю из-за перьев вам я уверена не очень хорошо видно уж очень они пушистые но я сейчас вывожу проволоку на элемент цветочками и вывожу проволоку к центру этого элемента к тому перышку которая у нас не полностью зафиксирована то есть вся вот эта вот плетеная деталь она вся симметричная вот мы начали с одного угла поднялись вверх спустились вниз и опять возвращаемся к центру с чего начали для чего для того чтобы дополнительно зафиксировать второе перо примотать его потому что у меня перья с мягкой полой сердцевиной и как правило они очень быстро выскакивают из вот этих вот витков они мягкие и очень такие вот очень слишком пластичные нет в них жесткости они вваливаются поэтому мне придется дополнительно обкрутить это перышко у основания и примотать его снова к виткам можно этого не делать но я предпочитаю перестраховаться вот видите я дошла до середины я вернулась к месту с которого вообще начала вот только с другого перышка мы его пока не трогали мы начали с другого вот с соседнего а вот я теперь проволоку оберну вокруг его основания если вам очень плохо видно перо сильно пушистое везде пушинки лезут под проволоку при работе дуйте на перо вот как я сейчас делаю я постоянно поддуваю чтобы пушинки расходились в разные стороны мне будет видно и проволока их не помнет это придает какой-то комфорт в работе становится лучше видно потому что мне вот реально сейчас вам показать что внутри пера происходит из-за вот этих пушинок просто невозможно это и крайне неудобно здесь работа очень сложная очень легко здесь повредить перо и если оно немножко надломится оно так и будет надломленным то есть потом вы ничего не исправите как вы его будете фиксировать я то есть повторно обматываю и делаю еще два накида на соседнюю петельку опять же здесь так же как и с кристалликом в центре смотреть надо по ситуации это нужно или не нужно если у вас перо вошло в колечко и плотно там зафиксировалось само по себе этого не нужно делать но в моем случае в моем случае выхода у меня нет мне придется немножко доработать здесь я предпочитаю вот дополнительное видите вот я вставляю его впихаю вот в этот виток оно настолько мягкое что оно выходит обратно выходит обратно и тут уже заставить его невозможно только еще раз обмотать вокруг той обмотки которая уже изначально была там сделана и сквозь колечко снова продеть поволоку и тогда оно уже прочно зафиксируется никуда не денется вот насколько могла вам словами это обсказала поскольку даже если я вам полностью засуну эту заготовку в объектив камеры и покажу из-за вот этого распушения мало что будет видно поэтому пытаюсь объяснить это на словах ну и показать готовый результат как можно ближе в этом сложность работы с мехом и с перьями но зато результат будет до того потрясающий что вы сами удивитесь насколько это будет красиво смотреться в ушах если вы любитель крупных украшений то можете сделать себе две одинаковых таких сережки я же предпочитаю делать одну середу с перьями другую без них далее обрезаем когда обрезаем дуем на перо чтобы все вот эти вот пушиночки разошлись чтобы ничего лишнего не обрезали и слегка придавливаем вот что у меня получилось вот я сделала дополнительное крепление насколько это было возможно далее для чего вся вот эта нам заготовка была нужна заготовка она была нужна для того чтобы выложить на ней перья можно этого не делать то есть чтобы они свободно болтались но сама серега рассчитана таким образом чтобы она была моноливна чтобы перья не раскачивались туда-сюда поскольку мы не всегда находимся в помещении иногда мы выходим на улицу иногда поду ветерок и эти перья расходятся в разные стороны это не всегда уместно данная модель должна быть монолитная она должна быть неподвижной поэтому мы обязательно фиксируем перья внизу на заготовке в самом низу делать это не особо обязательно поскольку мои перья очень хорошо зафиксировала они мне вообще не болтаются но мягкие нежные вот такие полые перья даже вот сильный порыв метр ветра может заломить поэтому внизу я все-таки одним стежочком прихватываю чтобы они лежали по заготовке ровненько и вообще не двигались вот видите у меня одна буквально зацепка ее не очень-то когда водите в уши перья не особо видно но она придает прочности серьгам долговечности потому что серьги с перьями как правило вот такими как у меня петушиными перьями но они не особо долговечны потому что они линяют они все равно вы одеваете пальцами выщипываются под ветром выскакивают вот эти пушинки вот поэтому я вот здесь зафиксирую сюда я вставляю проволоку постоянно дую на перо для того чтобы они у меня не попадали под проволоку и обматываю я прикидываю расстояние на котором они у меня должны быть зафиксированы строго дохожу до начала сердцевины пера и только потом я его стягиваю проволокой и приматываю к заготовке то есть сначала я всю серединку обматываю витки не обязательно должны быть тугими сверх красивыми какими-то там можно было изначально здесь сделать обмотку но пока вы не прицепите перья вы не можете знать наверняка на каком расстоянии друг от друга они будут раздвинуты можно было изначально середину проплести кому как удобно вот и вот когда я дошла до нужного места расположения пера вот теперь только я вывожу на лицевую сторону проволочку и буквально одним виточком постоянно дуя на перо возможно эту операцию придется переделывать чем незаметнее будет вот эта закрепка тем лучше если на перо постоянно дуть чтобы ни одна пушинка не попала и не была смята вот этой закрепкой то все будет у вас выглядеть прилично я вот вывела сейчас ее на изнаночную сторону теперь я обязательно ее обрежу дважды закреплять ни в коем случае не нужно для того чтобы обрезать близко к сердцевине пера опять же дуем интенсивно на перо и в процессе отщипываем кончик проволоки после чего плоскокупцами нежно и аккуратно придавливаем кончик так чтобы он не выпирал и получается вот такая закрепка закрепок этих почти не видно особо не придирайтесь перья очень подвижная такая подвижный материал то есть под действием ветра там то туда эти пушинки подула то сюда конечно будет видно немного длинный немножечко металла ничего страшного в этом нет главное чтобы перо не разделилось как бы на две части не деформировалась этой закрепкой так ну вот таким образом сейчас я уберу второй кусочек проволоки я думаю что я понятно объяснила то что я сделаю серединку я открыла вывела проволочку наружу один раз обернула вокруг сердцевинки вернула наизнанку отрезала и подогнула вот в принципе все что нужно знать об изготовлении этой части серьги ничего сложного нет это только кажется что сложный урок просто очень много пушистых частей которые портили нам обзор а так как только вы начнете выполнять эту работу вам сразу все станет понятно потому что особо делать нечем теперь займемся вот этим вот этой частью застежкой гвоздиком у меня здесь проволока 0,75 и сейчас я вам напомню как делать улитку накрученную для застежки гвоздика и так виток виток делается круглокурцами маленький запоминаем как мы загибаем проволоку слева направо или справа налево это очень важно так проволока 0,75 как правило мягкая поэтому она легко гнется удерживая пальцами серединку либо плоскогубцами но они соскальзывают и очень царапают желательно как можно меньше использовать плоскогубцы и начинайте придавливая витки к центру не спеша постоянно раздавливая улитку пальцами чтобы прилегала аккуратно и красиво проволока чтобы она была максимально выровненной не кривой проволока должна быть ровной распрямленной тогда витки будут прилегать ровно и будет монолитная конструкция витков наверное 5 понадобится вы видите штырек у меня торчит вверх и петельку я буду делать сейчас противоположная штырька стороны вот если у меня торчит вверх на противоположность снизу я буду делать виток на данном этапе я бы этот виток обрезала вот когда я делала такую застежку с кабошоном на клею но сейчас я буду просто делать виток то бишь у меня крепление не разъемное витки я сделала и теперь возвращаю в предыдущую плоскость проволоку и уже не придавливая ее пальцами слегка отступая от диска который я сделала возвращаю проволоку к центру значит возвращаю к центру проволоку я гну ее по спирали ну оставляю небольшой кончик вот я сейчас вам покажу примерно где это должно быть ну вот так вот такой кончик небольшой и когда вы будете делать вторую застежку она будет мне нужна для того чтобы изготовить маленькую сережку она будет точно такой же абсолютно такой же только к петельке нижней я прицеплю бабочку розовую вот за колечко такой же как у меня в серге с пиром вот поэтому я не буду долго останавливаться на другой застежке она будет аналогичная ну вот смотрим внимательно на проволоку если мы делали вращательные движения в самом диске справа налево то другая серьга будет слева направо сделана это очень строгое правило так напишать его нельзя ни в коем случае ну и вот я глядя на свою первую заготовку делаю вторую в противоположном направлении закручивая и заворачивая спираль вот так вот сравниваю примерно чтобы вот они у меня они у меня расходились в разные стороны противоположные в зеркальном отображении ничего сложного тут нет все очень легко то точно такими же движениями делаю спираль точно такой же петельку делаю внизу вот такими вот движениями дальше все как как и в первый раз не буду останавливаться не тратить наше с вами время я думаю что вам будет все понятно а вот ну вот как это так возвращаемся к первой сережке мы ее будем оформлять с контрастного цвета яркой розочкой цвета фукси для того чтобы сделать какое-то вот яркое пятно бледно-розовом цвете значит насчет зеркального отображения вы поняли берем розочку розочка у нас со сквозным отверстием вот простая алюминиевая розочка покрашенная но вот в данном изделии она будет выглядеть очень симпатично я ее насаживаю и кончик загибаю под саму розочку туда чтобы не было видно и получаю вот такую объемную красивую застежку далее отгибаем гвоздик делайте это старайтесь аккуратно чтобы не деформировать саму конструкцию чтобы витки не вытянулись в спираль чтобы все осталось плоским вот и теперь мы будем украшать нашу с вами застежку кристаллами такого же цвета как и на лимите с перьями вот и снова берем проволоку для обмотки тоненькую вводим ее у основания то бишь там где у нас колечко для крепления и делаем несколько витков вокруг внешней декорации здесь может быть на ваше усмотрение вы можете кристаллы свести к центру вы можете вывести вокруг это уже как как ляжет проволока как у вас фантазия там с вами заговорит это уже от вас зависит здесь главное сохранить объем чтобы застежка не была плоской чтобы она выпирала была объемной и блестящей здесь вот я веду виток который фиксирует розочку этим я дополнительно этот виток зафиксирую чтобы он никогда не развернулся вот и несколько кристаллов у меня будет в середине совершенно не обязательно делать точь-точь такие же действия как у меня главное чтобы вы повторили тоже последовательность в другой сережке это единственное требование ну а так можно все кристаллы расположить внешней стороны я этого делать не люблю потому что у всех разная мочка ухо и у некоторых она очень маленькая поэтому если вы сделаете очень большую застежку это будет не очень эстетично выглядеть поскольку вы не знаете какая вашего клиента это это самая мочка поэтому мне как правило кристаллы внешне выношу только вверху ну вот три-четыре штучки остальные у меня внутри находятся я ими скрепляю витки вместе вот чтобы моя конструкция была прочной и весь диск никогда не развалился какая бы ни была на него нагрузка поскольку у нас там ни клея нет с кабошоном как раньше мы делали вот поэтому как бы носящий серьги не дергал за за саму за саму эту сережку если она зафиксирована тонкой проволокой то ничего и не будет ну вот здесь я уже выношу кристаллы вверх подобное украшение кристаллами всегда эффектно смотрится в исполнении очень легко делается я помню первый свой урок я давала мотку одной проволоки более тонкой плюс декорирование бусинками либо кристаллами это самое легкое чему можно научиться изготовление таких застежек как удовольствие все точно делается особенно после работы с перьями так это вообще благодать все видно но после того как вы закончите такие серьги оденете их вы не пожалеете о потраченном времени на этот видеоролик и на изготовление таких сережек это я вам просто гарантирую как говорится и в пир и в мир если вы любите крупное если вы любите яркое то это для вас ну кто любит поскромнее такие серьги подойдут на какой-нибудь вечер под нарядное платье почему нет научитесь носить такие вещи это очень женственно это всегда привлекает внимание подобные сережки обязательно отошлю своей невестке пусть попробует себя в роли сахарной царевны с розовыми перьями уверена что ее муж будет в восторге так значит смотрите украсила кристаллами верхнюю часть верхняя именно потому что нижняя это там где колечко вот и теперь я вывела несколько витков вот вы сейчас их видите я ими скрепила витки диска вместе для прочного крепления вы можете все их вместе стянуть один раз два раза смотрите по тому как проволока ляжет то есть как лучше будет на данный момент это не строгое правило строгое правило при изготовлении таких серег только одно диски должны быть закручены в разные стороны а дальше уже как вы будете с изнаночной стороны как скреплены ваши там эти витки один раз там или два раза это уже не так важно главное чтобы с лицевой части все это выглядело сделала одинаково ровненько красивенько дальше я закрепляю и вот этот хвостик тоже закрепляю через нижний виток все это не особо важно не акцентируйте свое внимание на том как я сейчас именно закрепила слева направо или справа налево повторюсь еще раз самые важные моменты для изготовления я уже обозначила выделила и очень много раз повторила что действительно при работе с перьями важно при посадке среднего кристалла вот этого то есть там всегда будет импровизация главное чтобы итог был красивым а вот и декорирование кристаллами которые уже не раз показывала а так строгих правил при изготовлении подобного изделия нет поэтому просто предоставляем возможность полюбоваться процессом и итогом нашей с вами работы вот такие вот сережечки получаются здесь у нас не вижу не разъемное крепление разъемное у нас в элементе с перьями мы сделали там разъемное крепление поэтому колечко мы соединять будем здесь у нас крепление на перьях профиль фаз на элементе с возочкой вот поэтому я сейчас открываю колечко и лицом к лицу так сказать соединяю правило цепочки у меня здесь учтено профиль фаз колечек учтен поэтому мне здесь все лежит в одной плоскости невероятно красивым образом вот так в ушах это будет выглядеть просто необыкновенно красиво вы можете одеть такие с черным облегающим платьем с какими-то там розовыми верюшками розовые перья всегда на ура всегда женственно всегда красиво всегда актуально там носите не стесняйтесь вот такие вот у нас серьги они совершенно одинаковые по своему построению по модели по размеру заготовок выбирайте какая цветовая гамма больше нравится и вот вторая сережка у нас будет выглядеть таким образом такое же верхнее крепление и внизу я подвешу какой-нибудь красивый тоже розовый в нашем случае кристаллик такие серьги у нас получились с вами была сирена надеюсь вы нашли этот мастер-класс для себя полезным а сейчас пока и и и и и и